Все, запись пошла. Все, всем доброе утро. Доброе утро, Катя. Очень рада нашей встречи. У нас сегодня публика не очень многочисленная. Пока девять участников, но в этом нет ничего страшного. У нас, как всегда, будет запись, и запись будет транслироваться потом на разных-разных площадках. Просто я думаю, что сегодня такой день. Все готовятся к школе, собирают последние штрихи, формы, тетрадки, все дела, сменка, хлопоты школьные. Но я вижу, что среди присутствующих есть, собственно, зачинщица, главная виновница этой встречи, это Виктория. Я видела, она была. В Виктории дети, есть маленькие совсем дети, есть еще на грудном вскармливание ребенка. И она сейчас очень озабочена вот этой проблемой, как сделать питание детей здоровым. Но дело в том, что это, с одной стороны, вроде бы легко, да, когда ты знаешь, что нужно вот есть так-то, так-то и так-то. Но когда это происходит, внедрение в семью этих принципов питания, то тут начинаются трудности. Там муж не хочет, там дети капризничают, в общем, начинаются проблемы, и мамочка расстраивается, переживает, не хочет своими руками детей кормить, значит, какой-то гадостью, а хорошим кормить не получается. И вот требуется очень какой-то посмотреть, перенять, послушать чужой опыт других родителей, как это было в других семьях. Именно поэтому, Катя, я пригласила тебя сегодня, чтобы ты поделилась с нами своим опытом. Давай немножко вспомним вообще нашу историю. Когда мы с тобой встретились первый раз, по какому поводу и когда это было? Напомни, пожалуйста. Это был прошлый год. Моей дочке исполнялось на тот момент 14 лет. Обратились мы к Бае в июне по причине того, что девочка у меня сильно поправилась в подростковый возраст. У нее были боли в суставах, боли в голове постоянные, непроходящие. Мы обошли всех врачей, естественно, анализы все сдали, ничего, ответ мы не получили. Почему так? Как обычно, нам сказали, что это подростковое, это пройдет, это перерастет. В общем, ждите. Вот. Ну, как бы я ждать не умею, я всегда учусь. Да? Вот. И как бы когда ты идешь, то ты, естественно, находишь. Вот. Получается, что я пошла за ребенком как бы для того, чтобы ей помочь. И попала к Бае. Таким образом. Но хочу просто еще сказать, что как бы мой поиск до питания начался еще давно, лет 15 назад. дочке как раз сейчас 15 вот было буквально день рождения. Вот. И еще тогда, 15 лет назад, мы уже убрали там сосиски, вот эти все колбасные изделия. То есть, много чего уже не было, много кондитерки уже как бы ушло тогда еще. Ну, конфетки, вафельки там тогда, естественно, были, глазированные сырки оставались. То есть, вот. И, ну, тогда вот я уже считала, что мой дочень, в общем-то, правильный. Вот. И когда к Бае мы попали, и я поняла, что это вообще не так, для меня это было удивительно. Вот. Ну, как бы пошла я именно за ребенком, за своим ребенком для того, чтобы ей помочь. Вот. Собственно, помощь Бае нам оказала. Она написала нам план, как действовать с моей дочкой. И мой ребенок, несмотря на то, что ей тогда еще было 13 лет, видимо, очень сильно ее эта проблема беспокоила. и она как бы пошла на то, что Бае нам рекомендовала. То есть, мы с ней это вместе изучили, вместе все это обговорили, обдумали. И она сказала, что она даже условно голодать готова. То есть, вот. То есть, что старший ребенок в силу своего уже разума сознательно пошел на изменения, даже несмотря на то, что, возможно, какие-то лишения чего-то привычного приводило, ну, к каким-то, ну, некомфортным, да, состояниям. Да, естественно, как бы это же новое для нас, то есть, для нас это было вообще очень. Но у тебя еще на тот момент был младший ребенок, ну, и есть. И есть. Сколько? В прошлом году ему было три года, сейчас ему четыре с половиной года. Вот. И он по-другому просто не жил. Просто не знает другого. Ну, наверное, он как бы в магазин мы ходим, все мы видим, все это есть. Естественно, я сталкиваюсь с тем, что ему тоже чего-то хочется. Но у меня есть такое правило, и это, думаю, каждой маме очень нужно. Есть такое слово нет. То есть, мое нет, оно значит нет. То есть, оно не может быть, вот сегодня нет, а завтра да, или так, вот сейчас нет, а там папа уйдет, едет, где там что-то другое. Нет, оно нет. То есть, если мы не едим, то мы не едим. Вот. Я могу себе позволить, там вот у дочери был день рождения, да, но мы торт ели, конечно, и бай нам разрешала иногда баловаться чем-то. Вот. Мы балуемся по выходным печеньками, как бы я не говорю, что у меня питание-то идеально стало, окончательно. Мы стремимся, да, мы как бы много убрали, но есть к чему стремиться всегда, то есть, как бы, дети растут в том, как бы, в том представлении, что есть полезно, что не есть полезно. То есть, с ними регулярно проводятся беседы, вот, и они как бы это осознают и питают это в себя. То есть, моя задача родителя посадить зерно, а зерно, оно вырастет, то есть, оно вырастет на благоприятной почве. Как бы, и тут я еще всегда говорю о том, что, ну, без фанатизма, наверное, да, во всем. Если вы хотите чему-то прийти, вы придете, но как бы резко, это даже для здоровья вредно, ну, как бы, поменять, то есть, мы потихоньку переходим с одного вида питания на другое. Мы потихоньку убираем, потихоньку добавляем. То есть, как-то, если родители боятся резко чего-то, извините, не надо этого делать, надо потихоньку, как бы, действовать. И когда мы в бай попали, мы то же самое услышали. И когда я прочитала советы, мы то же самое, там я тоже прочитала, что по-другому нельзя. Вот, иначе мы как бы лишим свой организм многих питательных веществ и так далее. Это все было здорово. А расскажи, пожалуйста, вот на сегодняшний день, что из себя представляет ваше питание? То есть, я понимаю, что вы питаетесь примерно одинаково все в семье, да? А вот и нет. Папа у нас пытается совершенно по-другому. Ну вот просто муж у меня не берущийся человек. не поддающийся человек. Вот. Ну вот, допустим, маленький уже может ему сказать, папа, зачем ты в яичницу сосиски положил? Бедные. Папа говорит, ну, тебе не нравится, ты не ешь, а я буду. Вот и все. Такой подход. Но ребенка схватает сознание как бы не просить это все сосиску. Ну вот раз уж зашел такой разговор, вот ты спокойно на это смотришь, что папа питается вот таким образом, муж, а дети и ты другим. То есть, тебя это нормально? Не переживаешь по этому поводу? По поводу мужа? Да. Ну, жалко мужа, но он же не хочет, а он уже дяденька взрослый, ну что же я могу сделать? Вот. Но скандалов никаких я не устраиваю. Я готовлю, ну, пожалуйста, мясо, рыбу, что он там ест. Вот. И гарнир сварю, смешает, пусть мне не жалко. Продукты-то одни и те же, то есть, мы же ничего не потеряли. Ну, люди еще думают, что они прям вообще всего лишаются, становятся, ну, я не знаю, кем фрукторианцами, может быть. Зависит от того, что вы смешиваете и с чем. Вот и все. И какой последовательности вы это кушаете? Вот Бая донесла до нас эту истину. Вот. И просто как бы последовательность продуктов соблюдать, это вообще не сложно. Да, совершенно верно. Так, ну, расскажи, вот на сегодняшний день, что себе представляет ваше питание? Ну, сейчас скажу, что я позавтракала, да, кофе со сливками, с жирными. Все, ну, мне как бы часа на два этого очень-очень-очень хватит. Вот. Еще и мой любимый завтрак стал вот мой, да, и дети любят. Цикорий со сливками это для детей, с жирными сливками, 30%. Вот. И финик королевский. То есть для меня это просто мясо. Я на нем могу пять часов, вот по завтракам, ну, в девять, допустим, да, просто у меня режим такой, мы около девяти встаем. Вот. И где-то второй может быть завтрак, ну, в двенадцать, например, в одиннадцать. То есть я спокойно могу взять сына после такого завтрака и везти его на тренировку. У него тренировка, спортивная гимнастика. Ну, ему никак не поесть каши, потому что, ну, просто вот, когда ты делаешь акробатические трюки, ну, просто, ну, извините, назад поесть. Вот. А взять ребенка, который только проснул, в тренировках в десять или в одиннадцать, ну, по-разному там по дням бывает. Посадить его в машину, дать банан и поехать, нормально, пока едем, оно уже усвоится. И он нормально бегает, он себя прекрасно чувствует. И кружку термо, кружку с цикорием, со сливками я беру с собой. Особенно зимой вот это вот как бы актуально. То есть, как бы есть летом, ну, вообще проблем нет. Ну, мандарины и апельсины, они вообще никогда не переводятся. То есть, ну, в любой супермаркет зайти они. Там есть, слава богу, поставки не прекратите. Да-да-да. Вот. Ну, а если их не брать, то вот, как говорят, аромокружка, это всегда сухофрукты какие-то. Ну, почему бы и нет? То есть, те же финики, почему их не взять? Но они так все хорошо удаляют голод. Вот. И полдня вы точно проживете. Я с килограммом мандаринов хожу гулять. То есть, я вот, мы позавтракаем этим бананом с хлиником. Я еще могу взять два банана с собой, потом еще в какой-то супермаркет мы зайдем кушаем мандарины. Вот вчера мы бегали везде, но только мы в 4 только домой пришли. А ушли мы в 10. И вот все эти фрукты мы ели. Ну, вот. А в 4 мы поели, что мы сделали? А, кабачковую лапшу. Вот она тушится, просто чуть-чуть кабачки и сало. Вот. Вот что мы съели. Ну, как бы это опять жир, ну, вот, можно же, мы мясо же ездить с картошкой. Да и не хочется, ну, жарко же, ну, зачем? Дети у меня не бегают голодные, они просто, мам, я хочу есть, мам, дай мне еще чего-нибудь, дай мне там печеньку, конфетку, нет, мы приходим, гуляем, все, развлекаемся. Вообще, супер здорово. У меня тоже утро, это обычное кофе с жирными сливками и королевские финики. Я заметила, что раньше я съедала много фиников. Это было прям вот, ну, семь штук огромных. Потом у меня стало вмещаться пять. Потом у меня стало вмещаться утром три финика. Сейчас я еле съедаю два. У меня пять. Десять-четыре где-то вот так. У меня пять. Я люблю. Организм сам очень плавно перестраивается и он начинает понимать, что ему и двух хватит, чтобы извлечь вот ту самую пользу. Ну, здорово. Я прям очень рада. Дочка у меня сейчас, можно я еще дорасскажу? Просто мне требуются этих моментов. Дочка у меня учится, да, она встает в 6 утра и в 7.30 она в школе у меня уже. То есть она едет, как бы, это Москва, то есть это ритм, это движение. При этом ребенок, опять же, на том же цикоре с бананом уезжает в школу, с собой он берет яблоки, что-то вот, такой перекус, и только к часу у нее есть с собой вот вареная еда, типа вот тушеная, она очень любит тушеная фасоль, вот эта стручковая, там, берет, вот это вот ее будет обед. И как бы на ужин может быть, опять же, какой-то, я разрешаю, балуемся, пока мы от этого не отказались. Вот штрудель могу испечь, да, он бездрожжевой пирог, простой обычно, там ничего нет, кроме вот муки и яблок. Вот она может этим поужинать. Вот и все. Собственно, ребенок живет. Особо-то мукой все равно не увлекаетесь, конечно. Ну, правильно, в курсе, да, мы стремимся. Так, а вот, значит, сколько получилось у дочери, ну, как решить проблему с лишним весом вот за этот год, что получилось, там, как, постройнело, что с весом произошло? Постройнело, конечно, постройнело, она с собой довольна, но опять же, подростковый возраст, да, в чем он проявляется, она добилась результата, да, ну, вот она условно голодала 7 дней, то есть, как бы, и я вместе с ней 3 дня у меня получилась, но у меня вес совсем низкий, я как бы побоялась, у меня просто уже там 47 килограмм, у нее было больше, что сбрасывать, то есть, она до 55 ушла, килограмм, ну, 7 минус точно там было, вот, и вот на этом, как бы, она остановилась, ей все это понравилось, что у нее было. головные боли у нее прошли, и суставы у нее прошли, то есть, видимо, это были... какие-то отложения с обеей, или что, в голове я не знаю, что там бывает, но вот в суставах точно что-то было такое, что рассосалось в процессе, вот, как бы, вот условного голодания, и после этого ребенок у меня тоже за младшим братом пошел в гимнастику, она там давно хотела, она не могла встать на колени, допустим, да, не могла на ней стоять, и, естественно, никакие батуты, ничего, и прыгать невозможно было, потому что больно, голова болит, как ты будешь прыгать, и вот на год занимается, на батутах она занималась, летом вот мы ходили, она занималась тренером, тоже спортивной гимнастикой, вот, ребенок доволен. Это круто, это очень круто, у меня аж мурашки прям попозже. Да, и она сама себя держит, ну, конечно, ей хочется, мы иногда шоколадку купим, то есть, ну, это ничего такого, да, купили, съели, ну, хочется ей, но это не в... Не в порядке. Это не система, то есть, это, ну, просто в удовольствие, ну, захотелось, гуляли. Вчера она с девочками ходила гулять, день рождения у нее было, она купила какие-то печеньки там с этими, с предсказаниями, ну, ладно, съела, нарушили за... Ну, ничего страшного, но она в курсе, что она делает, то есть, она знает, где можно сгониться. Да. А младший в этом растет, то есть, мы как бы вот вместе живем в этом, муж немножко так это в стороне, вот, но он не мешает. Не я ему, не он. Да, это очень важно, чтобы друг другу не мешать. Каждый принял питание другого, да, и вообще может порадоваться. Но только единственный вот нюанс, может, кому-то тоже это будет интересно, папа у нас ужин и после нас, завтрак и до нас. вот как бы вот его эти запахи, вот эти упаковки, мы их слышим, но как бы тарелку дети его особо не видят. Ну, и как мы по времени очень совпадаем с его, да, он рано встает и попозже. Ну, еще никто на друг другу не в обиде, на самом деле. Ну, и хорошо. И что мне вот особенно нравится в твоем подходе, это отсутствие фанатизма. Вот именно, что, ну, да, есть не идеальная пища, такая, как печеньки, там, что-то в этом роде, да, шоколадка, да, это не идеальная система здорового, естественного питания. Но мы живем уж в больно, там, слишком суровых реалиях, я считаю, сейчас, и она изобилие еды, которую мы имеем, наши реалии очень суровые. То есть это социум, который питается традиционным образом, если ты из него выпадаешь каким-то путем, то он тебя как-то не так смотрит, да, а социум это очень важная роль, особенно в подростковом возрасте. И плюс еще надо учитывать то обстоятельство, что Москва, мегаполис, и, в принципе, выбор здоровых продуктов, да, каких-то прям идеальных и естественных, это не так-то просто. И еще надо в виду, что как бы мы ни старались сделать наши продукты, наше питание супер идеальным, супер там, вообще не придерешься, дело в том, что мы всегда все равно будем получать извне какие-то загрязнения. Даже со здоровой едой мы получаем загрязнения в виде каких-то токсинов. поэтому дело не в том, что лишить себя полностью загрязнения, не в том, а в том, чтобы уметь балансировать вот между этим загрязнение и очищение, и не допускать того, чтобы загрязнение преобладало. Главное, чтобы, пусть будет и та, и другая еда, но главное, чтобы баланс был, чтобы очищающей еды было всегда больше, чем загрязняющей. И такой нюанс, даже вот может быть покажется странным это, но я в этом убедилась и на собственном опыте, и хотела бы передать этой аудитории, что есть такая версия, ну я вот ее, например, подтверждаю, эту версию, что если полностью лишить себя каких-то, ну, с нашей точки зрения, вредных, неполезных продуктов, ну, таких, как шоколад, например, да, мороженое, полностью себя лишить этого, то в один прекрасный момент, случайно где-то это попробовав, или что-то аналогичное, да, когда в тебя попадает там кусок какого-нибудь пальмового масла или какого-нибудь искусственного ароматизатора с чем-то вдруг, организм может это воспринять вообще как яд. И можно пробовать, как травиться банально, там ложкой майонеза. Поэтому я считаю, что как бы антидот, как антидот, вредная еда в небольших количествах периодически должна быть на день рождения, где-то там в гостях, какой-то кусок торта. Тогда организм будет относиться к ним просто как к еде, которую нужно переварить, усвоить и вывести. Но когда ты кусок того, чего организм уже забыл, вообще много лет не ел, он воспринимает это как самый настоящий яд. И может наступить появление интоксикации. Вот не случайно же слышим такие истории, когда человек много лет веганил, вообще не ел животную еду, а потом вдруг что-то переклинило и поел мясо. И всё. И у него вообще там грамм получился. Потому что организм не воспринимает это как еду, а именно как яд. Не умеет с этим справляться. Не хватает ферментов, да, для перерабатывания. Да, наверное, он перестаёт вырабатывать ферменты, необходимые для своих продуктов. Поэтому, конечно, во всём хорошо иметь здоровую тенденцию, но и как-то от крайностей тоже уходить. В такое время, если бы мы там, как Агафья Лойкова, где-нибудь там на берегу ручья в тайге жили, можно было бы питаться ягодами, нагреваем? Но мы живём в нашей стране. Дай Бог нам всем здоровья и выжить в этом. Я ещё хотела про баланс, можно скажу пока? Просто на себе ощутила и на детях вижу. Вот это преобладание всё-таки естественной пищи, особенно соки. Соки – это просто для нас открытие стало. То есть я, конечно, не думала до условного голодания, что на них выжить можно. Ну, как бы практика показала, все вышли. Вот. И как бы в процессе, да, условное голодание в моей жизни было один раз, да, три дня, а у дочки семь дней. И как бы больше она не повторила. Я тоже. Ну, не страшно. Но тем не менее, я вижу результат по питанию. То есть даже я могу один день голодать в неделю. То есть мой организм способен на это. И я понимаю, что для меня, например, это будет лучший вариант, чем я там семь дней подряд. Я как бы вот к этому хочу себя привести, что как бы я буду лучше один раз в неделю что-то там не есть и делами заниматься, чем там я буду там семь дней и мне будет, может быть, нехорошо. Вот. И о чем? О соках. Вот. Насколько они растворяют, конечно, все, что у нас есть. То есть вот это цитрусовые, это, конечно, просто подарок Божий. То есть ну как? Как их не использовать? Их нужно использовать. Если вам лень давить сок, ешь с мандарины. Вот. Но результат вы заметите. Если вы будете больше этих продуктов потреблять, все, что у вас есть негативное, начнет выходить. Вот у меня, например, Байя всегда, если вы книжку читали Байя на ее условном обладании, она пишет там о большом количестве слизи, которые ничего там у себя не доставало, ну не доставало прям реально. Да? Вот из лодки, на свои лодки. У меня такое начало отходить просто вот само по себе по чуть-чуть, каждое утро. У меня такого раньше не было. Но я просто удивляюсь, насколько это, где это вообще? То есть, да, я человек, которому там 47 килограмм веса, и где это вообще все хранится? Ну, то есть, как бы, каждое утро, и даже там днем, я могу как бы из себя достать вот этот вот небольшой кусочек слизи. Но он откуда-то отваливается, и бывает, ну, слава Богу, пусть он как бы уходит, да? Вот. И я думаю, что это большое потребление цитрусовых, то есть оно к этому как бы и ведет. И еще, конечно, у меня на столе вот раньше такого не было, потому что я, 15 лет назад еще стала считать, что это моё питание хорошее. Мы ели овсяную кашку, мы заедали ее бузеровым сырком, потом мы перекусывали яблочком на прогулке, не знаю, что там еще с тобой брала такое вот. Вот. Потом мы обедали, значит, супчик у меня был без бульона такой, значит, весь, без навара, весь его. Вот. Капуста там, картошечка. Ну, салатик какой-нибудь заправленный масочком обычно. Даже не оливье, без мяса, ну, просто вот картошка там с чем-то. Вот. И это был, у меня считался, у меня был хороший обед. Вот. А на ужин, ну, тоже там, может быть, и мясо уже с чем-то, может быть, было нежирное, вот опять же. А сейчас вот все наоборот. У меня мясо жирное. Картошечки вот столичка. Вот. Вместо картошки это прекрасная вещь, свекла. Вот еще я нашла такой продукт, который вот просто для меня заново зазвучал. Настолько вкусно, если ее сделать на пару, вот просто буквально пять минут могут ей дать просто чуть-чуть сладкой более стать. И детям приятно. У меня маленькие ложки эту свеклу ест. Ему можно просто дать эту свеклу, посолить адыгейской солью, и он это все слопает. И так же он ее ест салат с капустой, сырую. Вот. Салат, капуста, свекла, морковь, это находка вообще для всех, потому что это это тешево очень. Круглый год это у вас есть, круглый год. Вот. И у меня это сопровождает любой обед и ужин. То есть я это вот настрогаю, нашинкую, и мы это едим. Мелкий он даже у меня еще и цветной капустой любит. Просто отковырять вот эти цветочки и жевать, как вот чипсы. Не знаю, люди чипсы, а он капустой. Он нравится человеку. А на чипсы он не смотрит. Я не знаю, у меня не смотрят дети на чипсы. Мы ходим в супермарк, не смотрят туда. Ну, потому что они невкусные. Ну, для него, видимо, да, потому что он уже приводит к другому. Они же мертвые. Дети это очень хорошо чувствуют. Дети, те, которые именно в правильном питании, здоровом питании, они это чувствуют, что это мертвая еда. Так, интересно. Ну, в общем, салаты и апельсины и мадарины это вор. Это просто круглый год идешь. Катя, про свеклу. Ты сейчас сказала, что ты делаешь на пару. А как ты делаешь? Ты кусочками ее или как? Кусочками, как на оливье, только покрупнее. Вот просто чуть крупнее. Чтобы, ну, ее можно было вилкой хорошо схватить. Все, на пару пять минут она у вас там была. И это вот прекрасный гарнир, если трудно отказаться от гарниров. Я, например, я не могу жирную рыбу скумрию съесть вот просто одну. У меня жирновато. Мне надо все-таки чем-то ее сдобрить. Но пока по-другому не умеют. Вот к рыбе, пожалуйста, прекрасно. К мясу, если вам надо, берите. Вот, кушайте на здоровье. Свекла, это просто счастье. Это что-то новенькое. Надо попробовать. Я даже вас удивила. Да, спасибо. И что-то я как-то про пару на пару не подумала. Я маленько запекала, но в сыром виде само собой. А когда хочется такого более крахмалистого, я ее запекаю в фольге. Нет, это буквально пять секунд. Ну, даже пять минут можете не варить, прям на вкус пробуйте, она чуть-чуть сладковатой более становится и все. Она может даже не стать мягкой, то есть она будет у вас и похрустывать. Но это тем лучше. Как раз то, что надо. То, что надо, да. С рыбкой, вообще шикарно. Мне очень нравится. И отдельно. То же самое. Городич просто. Супер, супер, здорово. Кать, я забыла распечатать эти вопросы, которые я тебе готовила. Если ты помнишь, что я думала. Нет, нет. Что я сейчас смотрю. Да. Так, сейчас, на одну секунду. Что сдалось особенно трудно, что легко. Особенно трудно для меня осознать то, что я своих детей ничем не ущемила. То есть я им все даю, все, что им нужно, я им даю своим питанием. И я, может быть, даже каждый день себе это проговариваю, что не дала я овсяную кашу, и ладно. Я как бы не решила белка его ребенка там или что там у меня есть, не знаю. То есть у тебя получается, что ты все-таки сомнения какие-то испытываешь, да, что ты в чем-то ущемляешься. Естественно, социум-то работает вокруг. Я же как бы человек мыслящий, то есть я, почему к Баре ты пришла, я ногчем пересмотрела вокруг и перечитала прежде, чем как бы выйти. Как бы в Инстаграме огромное количество людей, которые занимаются натуропатией и так далее. Вот. Ну как бы я-то пришла к Баре, то есть как бы мои мысли совпадают с Баре, но мне, то есть поэтому я говорю, я изучаю все вокруг. У меня подруга есть веган, то есть она своих детей не кормит мясом вообще. То есть они у него груднички, как бы вот с грудного скармливания ушли, и дальше они ни единого мяса, ни единого животного жира никогда не получили. Но я вижу, я смотрю на ребенка, ну как бы подруги вегана, то есть у нее дети немножко бедные, они какие-то анемичные, анемичные, да, вот правильно. То есть они, они вот как дети, да, вот идеальные для родителей, они послушные, они такие вот какие-то вот любят посидеть, вот как-то. Может быть, это как бы и совпала нервная система, да, просто с этим, но я вижу, что вот там действительно есть вот некая анемия, то есть как бы я немножко намекала, говорю, как-то может быть что-то там, ну вот мама не хочет, но у меня вот другие мысли, поэтому я искала, как же так без веганства прийти к здоровому питанию, но все-таки есть этот выход, то есть для меня это был выход, вот найти то, что можно не убирать мясо, не убирать там тоже рыбу, и как бы тем не менее мы будем, ну, нормально питаться. И каждый день вот это вот для меня сложность, то есть вокруг очень много разного. Вот. И я как бы отставлю свою точку зрения, и для себя в том числе. Я, да, я поняла. Я хочу еще раз обратиться, вот у нас сейчас уже прибавилось количество участников, 19 человек, да. Я хочу еще раз прямо во всеуслышанное заявить, что полный отказ от животной еды ни к чему хорошему не приводит. Нет ни одного, мне кажется, примера, особенно детского, чтобы это прям все хорошо закончилось. Дело в том, что это может тянуться хорошо годы, но в один прекрасный момент, как мы видим, что-то происходит, и вот это лишение, особенно животных жиров, лишение, когда детям не дают масла сливочное, не дают яиц, это нехорошо, это опасно. Это может привести к таким последствиям, что потом, ну, страшно говорить, но очень трудно вернуться к нормальному состоянию. Поэтому я очень рада, что ты не пошла в какие-то крайности, все-таки в питании твоих детей и животной еда присутствуют. Я уже не знаю, насколько они, ну, допустим, вот младший, он, как он вообще расположен к животной еде? Он ее, он ее жаждет, он ее хочет. Младший, он вот, желание родителей, ребенок такое, да, вот все же пичкают, а мой ест все. Что дам, то есть ест. Естественные потребности. Да, он может, кто-то от конфет будет радоваться, а он будет, о, мяско на обед поедим, вкусное мяско поедим. Опять же, Ладьбушка, буду капусту, давай капусту. Сок, давай апельсиновый сок, буду апельсиновый сок. У нас обычно апельсиновый сок идет где-то вот так вот на полдник, если у меня есть время, а если нет, то как бы побольше цитрусовых сутра могу сделать. Как бы вот ему и сложновато с утра с цитрусовыми, как-то вот хочется что-то тепленького такого. А все равно там до обеда прекрасно все равно можно найти способ наесть цитрусовых. Ну, кстати, я вот прям полюбила даже теплые салаты. Вот именно, допустим, тоже бананчик покрошить, тарелку там, какую-нибудь еще кивенку порезать и теплым, теплым растопленным сливочным маслом полить. Вот мне прям очень такие вещи. Так очень это попробовать. К зиме надо готовить. Да, и это же, я вот это открытие для себя прям сделала, что теплое, растопленное сливочное масло, прям со сковородочки так слегка его подтопило, оно такое тепленькое, и все, что угодно, можно капусту можно полить, там морковку. это очень приятно, это так насыщает, вот даже тот же капустный салат вот с таким теплым маслом, масло сливочным, он насыщает очень хорошо, гораздо глубже, чем это будет с растительным маслом. Дарите на заметку. Ну тут надо идти за своим организмом, вот просто мы все разные, то есть как бы у меня такой опыт, а у вас будет другой опыт, но как бы не надо бояться, что вы чего-то лишите ребенка. Но вот пока у меня тьфу-тьфу, здоровые дети, маленькие у меня, ему 4,5 года, болел он два раза. А с тутными заболеваниями у него как бы ну ничего, я ни к чему не могу придраться. к ребенку. Правильно, потому что у него слизь не накапливается в таком количестве, чтобы организму нужно было ее выводить. Да. Он здоровый, он активный, он бегает, ну не знаю, у него нет какой-то гиперактивности, у него нет желания днем спать, то есть ему хватает энергии как бы и все, он спокойно стоит в 9, ложится в 9, ну и собственно вот ему 12 часов сна, вполне я не настаиваю на дневном сне. Но мы не ходим в сад, то есть вот что важно. Для детей, если, конечно, он садовский, здесь, конечно, нужно как бы вопрос как-то с садом решать, не знаю, но кормить, я думаю, что и в саду можно выкрутиться. У меня просто не было такой задачи не отдавать в сад, она не стояла, нас просто не взяли, мы жители новостроек, и у нас ближе к дому сад не нашлось. Мне бы пришлось возить, но так как пришлось возить, я как бы выбрала другой вариант, я перестроила свою жизнь под ребенка, то есть образование позволяет, как бы я работаю частным образом. Но как бы не у всех родителей, конечно, такая возможность есть, но как бы я думаю, с садом можно решить вопрос. У меня когда у дочки были проблемы, еще тогда в детстве давно, и у нас сад шел на то, что мы приносили свою еду, и как бы страшно. Я думаю, что можно накормить ребенка с утра тем же бананом, дать ему цикорий со сливками жирными и отправить в детский сад, дать ему с собой перекус, там тоже яблоко и мандарин, пусть воспитатели почистят, потому что у них 10 часов и есть такой, второй завтрак он называется. Просто не приводите его утром есть кашку, там что-то у них, омлеты, что-нибудь там, какао с молоком, они чувствуют. И все, он у вас на этих продуктах доживет до обеда. Ну ладно, в обед он же там что-то получит, суп какой-то там у них есть, можно кусок мяса попросить, мы не смешиваем там с чем-то. Опять же, и капустный салат дайте там с собой или у них что-то есть. Я думаю, что выход найти можно. Я тоже так считаю, что каждый человек господин над своей ситуацией, и если он понимает и хочет, он сделает все, чтобы ребенку было хорошо и здорово. Вот ты относишься, наверное, к очень редкому такому типу женщин, которые сумели ну как бы дистанцию сделать, ну допустим, питание мужа, питание детей твое, это разные вещи, но ты не строишь трагедию из этого, но что самое главное, ты не списываешь это, то есть ты не сделала это причиной, что ох тяжело, ох не буду. То есть как многие говорят, как же я буду кормиться себя здоровым способом у детей, я же готовлю, я же готовлю на семью, но ведь ты же тоже, Катя, готовишь. Я обычный человек, у меня нет там, не знаю, кучи домработицы, которые мне помогают, а я тут, богем, но так живу, и я абсолютно как все, с утра стал, сделал что-то, подумал о выходных, сделал что-то на выходные, опять же подумал о муже, но поймите, что вы используете одни и те же продукты, то есть у вас ничего не поменяется в наборе продуктов. Если вы хотите суп варить, ну варите, я, например, сделала для себя такой момент, что я его варю к выходным, у меня муж по выходным, дома он его ест, любит он его на обед, ну пусть ест, сварю, но если не сварю, ничего страшного, поест капусту тушеную, с мутом там и фасолью, без супа, он как бы не требует супа, но если очень хочется, мне тоже иногда борща хочется, с фасолью я люблю, борщ с фасолью, но опять же вот сейчас я его люблю не так, как я его любила там год назад, сейчас мне больше просто нравится вот что-то несупное, вот просто клинтово, тушеное обычно, да, вот не хочу я это варила, вот, но как бы иногда, зимой, да, почему нет, и я варю этот суп, у меня капуста всегда есть, свекла у меня всегда есть, картошка есть, но я себе время на неделю освободила наоборот, то есть я больше с ребенком гуляю, я не варю суп для ребенка, ему не надо, он апельсин съест, он яблоко съест, он банан съест, он будет сыт, ему этого хватает, и на ужин, ну что, мясо у меня тоже есть, рыба у меня тоже есть, она у меня всегда приготовленная, ну там через день, на день, еще вот я что-то для себя сделала, то есть если я ем белковую пищу один раз в сутки, то второй раз ее не будет, то есть вот я в обед поела, там яичник приодела, с капусткой, уже мяса не будет, это опять же экономия продукта, экономия вашего семейного бюджета, вот, и вашего времени, а время оно очень дорого стоит, то есть вот это очень прекрасно, что есть такая возможность, спасибо вам большое, что вы мне открыли, зачем нам белок есть вот с утра до ночи, утром колбаска, в обед мяско, и на ужин рыбка, вот представьте, сколько денег вы сэкономите, если вы съедите финик, пусть он тысячу рублей за килограмм стоит, в Москве он тысячу рублей за килограмм стоит, в королевстве, вот, но при этом вы не ели эти бутерброды, вы не ели в обед мяско и салатик оливье, вы не тратили на него времени, не строгали, не делали, а вы просто погуляли с ребенком, и отдельно мы там мясо потушили, а мужу сдали с гарниром, ребенку он со слегкой, если я не могу, слегка за пять минут готовилась, то есть я себе освободила огромное количество времени, вот этой едой. Вот что оказывается-то, главное приложить, как бы свои творческие способности и сделать из этого. Тут вот вопрос такой пришел в чате, про свеклу, морковь и капусту, понимаю, но мои такое не едят, даже несмотря на то, что я своим примером показываю, вот не едят, а вот что тут сделаешь, как тут быть, не едят, а твои сразу стали такое есть, или ты какой-то секрет знаешь, чтобы они это стали есть? Чтобы они это стали есть? Нет, мои, наверное, сразу, то есть маленький-то он другого и не знал, то есть его капуста была, как бы вот она в рационе, вот, а дочка любила капусту, то есть у нее, как бы вот это желание есть эту капусту, не отпадало. Возможно, вы очень много чипсов едите, и капусты просто, может, действительно не хочется, потихонечку начните с соков, соки дети любят, наверное, как-то немножко очищаться. В первую очередь убрать какие-то откровенно вредные продукты, чтобы они не перебивали вот эту работу рецепторов, чтобы человек, чтобы ребенок как-то побыстрее понял вкус капусты, он просто ее не знает, он не понимает, что это такое. И да, начать проще, наверное, с фруктов и соков, то, что вкусно. Да, дети любят их всегда, да, пусть будет их побольше, да, потихонечку этим очищать себя. Как-то, ну, соки только не магазины, если же выживаю. Ну, это само собой, да, про магазины мы тут вообще не говорим. Так, друзья, если у кого-то есть какие-то вопросы, прямо в чате пишите, в чате моего канала, вот там, где сейчас вот Виктория написала, там же напишите вопросы, если у вас к Кате есть какие-то вопросы. Вот послушав тебя, Катя, у меня вот такое впечатление, ну, лично у меня, не знаю, там, как у других возникло, что все вот так далось, вот прям, опс, легко, просто, ты раз, и перестроилась, и это, ну, на самом деле, так легко все произошло. Или все-таки у тебя были какие-то там, какой-то переходный период, когда ты там чего-то было как-то, не знала, как подступиться, какие-то сомнения, может быть, трудности были? Я же говорю, каждый день я думаю о том, что, наверное, может быть, я что-то не додаю ребенку, это как бы идет от нашего социального вокруг, но с этим надо бороться, то есть мы здравомыслящие люди, мы должны думать и оценивать, что происходит, то есть как бы, нет, вот так, наверное, нет, но когда речь идет о том, что ребенок либо с головной болью, там, переходит на гормоны или на что-то еще, либо мы убираем там какие-то продукты и пробуем именно этот путь, если он нам помогает, в моем поле, давайте я выберу лучше вот это, то есть я как бы за здоровье своих детей готова бороться, и, наверное, эту мысль я своим детям-то и несу, то есть как бы, это моя аура вокруг них, то есть дочка у меня пошла на это, мы с ней вместе изучали, да, она, кстати, навеку, у меня подруга, говорит, опять венок, да, и она как бы сначала ушла от мяса, то есть моя дочь, она как-то поиск, да, что-то как-то надо где-то похудеть, но я как бы, я человек от химии недалекий, я как бы знаю химию, и перед этим, опять же, моя подруга вегана отправила меня к Марве Огонян, только потом я пришла уже к Бае, когда вот это вот совпало, что Бае думает, как Марве Огонян, а я думаю, как Марве Огонян, и мне ее теория нравится, вот, но сыроеда мне не готова быть, надо что-то еще поискать, вот, я как бы Ире говорю, Ир, ну ты смотри, они же едят крахмал, то есть вегетарианцы, они что, они все вот пытаются, вот эту свою еду, они ее как-то обрабатывают, у них крахмаль не получается, то есть они не едят ничего такого полезного, на самом деле, вот, и мы с ней это обсудили, она тоже, ну, может быть, я и навязываю мнение, конечно, но я же родитель, то есть я должна, как бы, руководить своим ребенком, то есть, что же значит, вот сейчас дети у нас любят, они нравятся, то есть они должны выбирать, но они выберут то, что вы как бы им покажете, то есть ваша задача родителя рассказать им правду, вот я рассказала то, как я думаю, дочь со мной согласилась, то есть для детей, вот ей еще раз говорю, было 13 лет на тот момент, когда она ушла на условное голодание, не каждый взрослый на это решится, а она решилась, то есть мы с ней это все обсуждали, я ей говорила, Ира, если это там плохо и так далее, ты сразу мне говоришь, и я вместе с ней туда пошла, на это условное голодание, смотря на то, что у меня вес не внимания, вот, но я должна была понимать, что ребенок, как бы, делает с собой, то есть, но на это я ее пустила, то есть я оценила ситуацию, я поняла, что на меде и на углеводах, опять же, недалекий человек от химии, я ее знаю, вот, она не умрет, но 3 дня точно продержится, а так как вес у нее еще позволяет, то точно вот все будет нормально, и оно ничего плохого не случилось, то есть вот это вот, то, что не нужно рассосалось, то, что нужно осталось, а может и не нужно, то есть надо, я бы еще поголодала, я бы ей советовала, она вот не очень хочет сейчас, то есть ее устраивает, ее присоединить килограмм, вот, ей вот нравится в таком весе, но она себя чувствует хорошо, то есть у нее нет сейчас никаких болей, и вот подростка как бы застали что-то еще делать, я не заставляю, то есть это выбор. если ты совершенно правильно делаешь, условное голодание, оно должно быть обосновано, то есть ради чего ты это делаешь, если ты поддерживаешь систему здорового питания, то нет необходимости прибегать и прибегать, и прибегать к нему снова и снова, особенно если это ребенок, подросток, если он не загрязняется в такой степени, чтобы было что вычищать, то заставлять не надо ни в коем случае, возможно она когда будет более взрослой, и возможно если там она допустит какие-то, будет допускать какие-то косяки в питании, она уже зная этот опыт, она сама к этому вернется, и в один прекрасный момент ей она вспомнит, скажет, ой, наверное мне нужно вот это вернуть, и вот это очищение, и она сама к этому придет, а когда это через силу, через палку заставлять, нет, ничего хорошего, это должно именно быть изнутри идти, как интуитивно, потребность, это же очищение организма, очищение организма, это только внутренние потребности. Да, это потребности, надо себя слушать и не бояться, начните с фруктов, потихонечку добавляйте, оно будет у вас очищаться, то есть я же говорю, я тоже не голодаю, никаких таких у меня нет пока в моей жизни суперчистых вещей, когда ты прям идеально-идеально питаешься, нет, то есть я пытаюсь, но я как бы живу в ритме, в тяжелом, и как бы нет, я с фанатизмом не стремлюсь вообще что-то так сделать, но более здоровую пищу ввести можно, то есть то, что я не могу, это мне кажется, ну просто какие-то договорки, все, понимаю. Я тоже так считаю. Ну вот здесь и пишут, что все, что вы говорите, очень отзывается, очень близко, мечтаю стать на этот путь легкости, как у вас. Про девочку спрашивают, 7 дней было на ОГЭ в 13 лет, да, в 13, да? В 13 лет было, да, сейчас ей 15, но в 13 лет. В 14 исполнялось через 2 месяца. По словам, да. Спрашивают в чате, как ваши дети относятся к сладкому, мои постоянно просят сладенького, а твои как? Вы знаете, вот этот момент хотела сказать, мои едят мед. Он настолько все это поглушает, и сладком нет потребностей. Я по себе это вам скажу, я тоже люблю сладкое. Но я не до фанатизма, там на булочке, на пироженке, то есть на них они жирные, я не очень жирного. А вот шоколадки, например, я тоже люблю. Но сейчас у меня нет желания пойти купить шоколадку. Но вот меда в моей жизни очень много. То есть я могу утром, вот кофе у меня с медом, то есть я его пью, то он стоит в баночке на столе. Сколько я съем, помните, в чайных ложах, ну и семь, их не считаю. Ну примерно сколько? Три литра у нас на месяц, на нашу свою еду. Когда люди покупают литр меда на год, мне очень интересно, что они с ним делают. смотрят на него. А еще говорят, ой, я только жидкий ем. Ну и я всякий ем. Вот, и много. От себя добавлю немножко по поводу этого сладкого. Это всего лишь зависимость рецепторов на вот это заманчивое ощущение, которое они получают при поступлении глюкозы в рот. Организм сразу получает порцию такого гормонального удовольствия, эйфории. И именно это затягивает, а не то, что прям вот сам вкус. Это просто последствия сладкого. Это вот это вот удовольствие в теле. Но по своему опыту могу сказать и по опыту моего, допустим, супруга, который был всю жизнь этим сладкоежкой, мы настолько изменились благодаря изменению питания, что мы вообще перестали хотеть вот этих сладостей. Более того, они даже вызывают уже какое-то неприятное во рту ощущение какой-то химии. Вот все эти сладкие вещи. Более того, скажу, что мы даже меда стали есть меньше. Когда мы стали заниматься своей пасекой, этот мед шел просто, ну я не знаю, там ложками огромными мы это пожирали, этот мед просто пожирали. А сейчас мы вот смотрим, ну 2-3 чайные ложки в день, но не хочется больше, потому что организм перестает его воспринимать как какое-то там блаженство, эйфорию. Абсолютно хватает питательных веществ там из фруктов, из жиров, из животной еды, для того, чтобы и энергия была, и удовольствие получать, и жизненные силы были. Всего хватает. Организм не дурак. Он сам всегда распоряжается, чего ему хотеть, чего ему не хотеть. Поэтому вот вы пишете, да, вот Вика пишет, что вот они постоянно просто сладенького. Значит, у них не все в порядке. Значит, нужно работать с их кишечниками, нужно, наверное, действительно, с ними быть построже. Вот как Катя сказала, мое нет, а значит, мое нет. И все, не стимули, какие-то. Куда тебе? А вот спрашивают, чем дети едят мед? С хлебом? Я сразу, свое, свое, у нас почему-то в обществе очень принято, что-то всегда есть. Так, чтобы человек вот так сказал, мы ем это. Обязательно мы едим это с этим, то, вот с тем. Вот эти сочетания. Но это тоже из наших традиций. На самом деле, это совершенно не обязательно есть что-то с чем-то. Можно всегда просто есть что-то. Просто, да. Просто. С цикорием у меня едят. Утром чай, с цикорием, с жирными сливками, с медом. Можно без, ну, финик, понятное дело, не буду. Просто, когда выходной, если мы на тренировку не бежим, вот просто сначала чай с цикорием, потом еще что-нибудь из фруктов, потом еще чего-нибудь. То есть, когда ты дома, ты ешь на самом деле больше. Вот. А так вот можно с фиником. Если уже все-таки едем на тренировку, то вот так. Ой, Катя, вопрос такой, ну, он прям вообще для меня, он очень болезненный. Антипаразитарку вы делаете своим детям? Нет. Мои денеты цитрусовые, а цитрусовые антипаразитарку сделают, ой, хорошо, я думаю. Это очень притянутый за уши вопрос. Зачем делать какую-то антипаразитарку, когда можно просто питаться здоровым образом и создавать среду, в которой... Да, в которой они будут жить. Да. То есть, да. Думаю, капуста, мне кажется, со свеклой. И свеклой же очень ядовитый продукт. Вот. Ну, вот если кишечник более-менее расчищен, то они пробьются, я думаю. Да. Антипаразитарку. Пиразитарку. У меня есть кот, кстати, да. Вот. Его я кормлю глицетагонным препаратом. И раз в год, хотя там раз в три месяца надо. Мой кот, вот он тоже, я его жалею, печень его мне жалко. Поэтому я иногда даю вот раз в год после дачи надо езжать, а детям нет. Несмотря на то, что мой ребёнок ползает по полу не с этим котом, вот, нет. То есть, вот я... Ну, яйца глицет даже не сдаю, честно. Ну, вот такие вопросы, они как раз говорят о том, что очень часто люди воспринимают здоровый образ жизни как какое-то принуждение или насилие над собой. На самом деле, здоровый образ жизни, это очень весело, это очень красиво, легко, сладко, вкусно. Это просто какой-то грань для себя перейти, вот того, прямо в себя где-то, может, где-то свой голод чуть-чуть одолеть, ну, как бы делом заняться. Я говорю, ну, если вам тяжело, идите что-нибудь, поделайте на улицу, выйдите, вы погуляете там куда-то, у вас времени просто больше будет, не надо к этому. Можно, говорю, термокружка, это выход. То есть, вы взяли и попили этот... Намешайте мёд, с ты горем, да, в термокружку. Вот. И это утолит голод. То есть, если вы задались целью, то к ней надо двигаться, то есть, она достижима. Я не говорю, что надо вот идеально, опять говорю, мои питания не идеальны. У меня выпечка сохранилась, у меня там картошка присутствует, но она отдельно от мяса. То есть, она сама по себе, вот, не знаю, с тушёным помидором, не знаю, там, опять же, с этой капустой, с салатом. Ну, да, пусть она будет. Пару картошкой. Вот кабачковую укрой, у меня тоже всё кабачковую укрой. Это тушёный кабачок, но тушёную картошку. Ну, ведь можно? Можно. Конечно. Всё, ешьте на здоровье. А баклажаны, ну, какие же они вкусные, когда вы где-то потушили в духовке, там же перец у вас лежит с этими баклажанами, и помидорка. Всё. Достаете оттуда и едите. Прекрасное вообще блюдо. У меня дочка такое с собой берёт. У меня вот есть морозилка, морозильная камера, где эти баклажаны у меня и хранятся. То есть зимой-то они дорогие всё-таки. Вот я их осенью наготавливаю, то есть я их тушу сразу в духовке. Я не сырыми их туда кладу. Я их тушу в духовке с перцем, с помидором. Вот помидоры даже сейчас отдельно научиться делать, чтобы они в банке стояли. Вот. Потому что, ну, много места всё-таки. А так вот они всё-таки в тушёном виде занимают меньше места, опять же, в морозилке. Вы их больше туда запихнёте. Это меня одна мудрая женщина научила на рынке. Говорит, а вы как замораживаете баклажаны? Вы в заморозку столько берёте? Говорю, да, в заморозку. Ой, они же невкусные замороженные. Я говорю, а что, как надо? А она мне говорит, а вы их потушите. То есть у вас и больше их войдёт, и они вот вкусные будут. И знаете, очень удобно. Достала этот контейнер для вот, пластиковые контейнеры есть такие. Они для заморозки как раз и продаются. То есть я в этот контейнер накладываю всё, что я там натушила на противне. А потом достает замороженный этот контейнер. Плюх на сковородочку. Да, плюх на сковородочку. Как бы, ну, как бы они, ну, растаят же. Должны растаять. Всё, горячего довели, и вот вам ужин. То есть у вас уже, вам делать ничего не надо. То есть это вот 15-20 минут вашего времени. И всё, и ужин готов. Вот тушёные баклажаны сразу с селенью. Сколько у тебя места в морозилке, что много ли ты наготавливаешь этих контейнеров? Я говорю, целая морозилка у меня, смотрите, у меня что в заморозку идёт. Тушёные вот эти баклажаны, контейнеры, пересчитаю, я могу написать. Вот сейчас я их уже заготовила, они у меня уже лежат. Я пересчитаю, сфотографирую, пришлю, отчитаюсь. Вот. У меня туда же идёт стручковая посоль, я её закупаю, то есть она есть у меня. Цветная капуста тоже там же лежит. Вот это вот тоже мой гарнир, универсальный типа свёклы. То есть я её к мясу делаю цветную капусту. Но это же не картошка, но как бы с чем-то уже всё-таки. Мне так тоже иногда приятнее. Вот. Что ещё у меня там? Голубика замороженная. У меня её маленький любит вместо конфет. Вот он её замороженную ест. Он не любит, когда я её растаю. Он любит, когда она замёрзшая. Он её кладёт в рот, рассасывает и вот жуёт. Ну вот горстку я ему даю, вот эту горстку он съедает. Ангиной не болит. Вот потихонечку он сосёт эту голубику. У неё косточек нет, она сладкая. Вот. Эту смородину себе положите, да, она кислая. А вот голубика сладкая. Он её вот сосёт как конфетку. И иногда она у меня проходит, вот после обеда, да, вот мясо ели с цветной капустой, вот вместо сока могу дать голубику. Может, это и нельзя поправить. Но мне кажется, сочная ягода, она уж не сделает там никакого такого выражения. Просто там сок, да, и он получит этот сок. Вот он смотрит мультик, у меня ест эту голубику. Ну, много не даю, он бы много съел, но я вот горстку как бы нормально, мне не болею. Вот голубика, значит, у меня замораживается. И перец ещё болгарский. Вот я его сыры тоже замораживаю. Вот он вместе с баклажанами, он у меня заморожен тушёный, это раз контейнер. И отдельно ещё перец у меня есть в этих пакетиках просто отдельно. Вот его я тушу с фасолью, либо тоже сырой. Ребёнок у меня просит сырой перец, тоже маленький. Ему по чуть-чуть даю сырого перца, тоже замороженного, чтобы кровь хрустела. Катя, я в общем, я поняла твою премудрость великую. У тебя в доме всегда есть в большом количестве здоровая еда. Есть. Всё, есть и сырое, и уже даже заготовки какие-то там замороженные, там полутушёные, да, вынула, разогрела. То есть, в чём проблема состоит очень часто? Приходят голодные, а дома кроме сосисок и хлеба. Есть нечего. И понятно, сам Бог велел поесть эту сосиску с хлебом. Так вот, надо дать себе труд, просто забить свои закрома здоровой едой, чтобы всегда можно было из неё что-то придумать, нафантазировать, дать детям вкусное. Да. Да, молодцы. Ничего не могу сказать. Просто душа радуется. А ещё мороженое, ну, бы я его говорила в своих, у него есть в постах мороженое, которое мы тоже очень часто достаточно делаем. Это вот сметана, банан и какая-то ягода. Его можно смешать, посыпать там кокосовой стружкой, и вы ничем не отличите его от пломбира. Сметана жирная как-то, 25% банан и какая-то ягодка. Ну, клубника вкусная, естественно. Даже голубика, даже смородина кисловатый вкус даёт, и очень вкусное получается мороженое. Можно на завтрак кушать прекрасно. Витамины вам, пожалуйста, и утолите голод. Вот. И дети порадуются. И радость для мороженого рецептора. Да, совершенно верно. В мороженое. Надо немножко, да, фантазии чуть-чуть проявить. Такое вот это. Чтобы, ну, знать своих близких, да, что они любят. И как-то что-то вот подстроиться под них, чтобы, ну, резко их не оборвать, да, потихонечку, вот такими вот какими-то завлекашечками можно чего-то добиться, я думаю. Спрашивают, какой цикорий вы пьёте? Ой, марку не скажу. Гранулированный. Он достаточно дорогой. Да, гранулированный цикорий. Он как кофе в таких же банках. Вот. Я могу опять же сфоткать. Я точно не помню, как он называется. Он в круглых банках есть. А есть вот кофе у нас ещё выпускают. Это же фирма. Колумбия. Колумбия. Кофе называется Колумбия. Кофейня на паях вот вспомнил. А, у них есть цикорий, да? У них есть цикорий, да. Он такой с зелёненькой этикеточкой. Вот его. И ещё у нас в Кусвилл есть ещё, допустим, магазин. Мы там покупаем, когда этого нет гранулированного, там есть жидкий такой цикорий, как сусло такое. Он более горький, не очень. Нам нравится, но тем не менее, если этого нет, можно другой. Вот такой порошок, совсем порошок, непонятно, что там. Вот такой цикорий я не беру. Его много в магазинах, но я его не покупаю. Что они там с этим порошком? Я не знаю. Но есть цикорий ещё корень, я пыталась его варить, но что-то мне не очень понравилось. Вот. Ну, как бы, это, наверное, самый хороший вариант цикория, может, у кого-то получится. Я просто не умею ни кофе варить нормально, ни вот цикорий у меня не получился. Я бы хотела научиться. У меня есть этот план, но пока времени нет, эксперименты ставить. Ну, вот гранулирование, в принципе, да, хорошо за меня. Дети любят. Хорошо. Так. Ну, в принципе, вот, наверное, мы все, да, все мы вопросы такие в основном охватили, всё, что касалось детей. Ну, опять про паразитов пишут. Вот, считают, что это тяга к сладкому, это может быть присутствие паразитов. Вовсе нет. Совершенно не знаю. Тяга к сладкому, это просто как голодные клетки, клеточное голодание, которое может быть просто по причине грязного кишечника. Вот, и всё. Как только кишечник начинает очищаться, благодаря той же свёкле, капусте, так и клетки начинают насыщаться, и уходит сахарный голод. Вот, люди не дают соврать. Сладкое замените мёдом. Для меня мёд – это вообще вот очень страшный продукт. Мёд, да. Главное знать, в какое время, как, в какую... Да вот даже, когда я вот, например, я могу голодать весь день, не есть, но чай зелёный пить с мёдом. То есть даже не соки, а мёд. Просто чай зелёный с мёдом. Вот убиралась, у меня была генеральную горку дома. Я мыла окна, пила чай с мёдом. Всё, вот целый день так прошёл. И работать у меня эффектно... Эффективная работа получается. Потому что когда вы едите, всё, вам спать потом захочется. Да. Вот. И никакое окно вы не залезете помыть. Вот. Я вот здесь прекрасный... Вот мёд – это вообще... Мы же природа придумываем, этот мёд. И как бы на нём можно выжить прекрасно. Единственное, может быть, аллергия на мёд. Опять же, задумайтесь, почему она у вас. То есть мёд – это прекрасный растворитель того, что у вас внутри. Если внутри что-то действительно есть, не нужно, он вам выведет. Так же, как и цитрусы. Они хорошие. Просто у вас внутри не то. И об этом стоит задуматься. Да. И надо вот начать что-то менять. Именно вот если у кого-то аллергики. Это же вообще первые люди, которые должны перейти на здоровое питание. Мне кажется. Я прям просто вот восхищаюсь твоим логическим умом. Как здорово ты всё это встроила. Я всё это изучила, Ва. То есть я говорю, я человек, который думает, который мыслит, который ищет, который читает и сравнивает. То есть я не иду на поводок интернета. То есть я говорю, много там патуропатов. Но вот почему-то Ва я не приглянулась. А потому что я иду точно таким же путём. Я ничего не принимаю за догму. И ничего не беру на веру. Я всё допускаю через фильтр мозга. И через свою собственную практику через жизнь. Только тогда я делаю выводы. Поэтому всё, чему я учу, оно всё основано просто на жизненном опыте. И на логическом, на разумных каких-то выводах. Таких, которые действительно вытекают из практики. Из практики и из того, что нужно всё искать глубоко на уровне причины. А не просто, ой, отравлю паразитов, потому что они там... Да, у тебя же паразиты, откуда про них люди знают? Да они наслуждают. Отсюда звучит тоже паразиты, паразиты. Детокс, детокс. Ну, я не знаю. Мне кажется, у меня нет паразитов. Хотя, честно говоря, не проверялась. Я не пойду, потому что я знаю, что у меня не тошнит. Котам его тошнит, если у меня паразит. Вот, у меня не тошнит. Значит, у меня их не умеет. И наш внутренний мир, наш организм, он населён огромным количеством существ, о которых мы много чего не знаем. И вирусы, и бактерии, и паразиты. Там много кого. Но просто так, со своим не очень подкованным мозгом и скоропалительными решениями вмешиваться в слаженную работу своего организма, мы не имеем на это права. Наше дело обеспечить нормальную, здоровую базу в виде питания. И очищать организм вот именно на уровне тех таких бытовых, базовых вещей, которые нам доступны. А лезть куда-то и громить неизвестно кого, каких-то там паразитов, о которых ты даже понятия не имеешь, что, кто там и для чего он там нужен, это глупо. У нас всегда существует такое понятие, как симбиоз. И это уже какие-то дружественные отношения между живущими внутри вас, которые установились без вашего ведома. И ваше дело не вмешиваться в это, а просто вести здоровый образ жизни. А организм сам отрегулирует, кого ему выводить, кого убирать, а кого оставлять. И с ним прекрасно справиться. Тот, кто придумал человека с его высокой организацией, тот был гораздо более высокого ума, чем мы. И за нас уже все давно продумали. Весь наш организм уже сделан по божественному сценарию. Нечего туда соваться. Мне надо мешать, да, согласна. С двухлеток получается такое существо, которое может жить, может функционировать, и которое живет на полноке матери, которое является питательной средой. Зачем это все менять, совать какие-то смеси, еще чего-то. Жить. У меня маленький жил на молоке до трех лет, и он прекрасно был. Поэтому не надо лишним пользовать тем, что есть. Катя, спасибо огромное за эту встречу. Я думаю, многим интересно было. Ты просто пример, ты молодец. Я очень горжусь тобой, очень уважаю. Желаю от всей души и дальнейшего процветания в вашей семье. Здоровья деткам, здоровья всем, и взрослым, и детям, и чтобы муж подтягивался на здоровый образ жизни. В общем, будьте счастливы. И спасибо огромное. Я завершаю наш вебинар. Благодарю. Спасибо, Байя, за приглашение. Спасибо. До новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...